Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. С предложенным согласны. Депутаты Самарской губернтской думы одобрили закон о поправках в Российскую Конституцию. Пилоты, которые не отрываются от земли, в Самаре прошли первые соревнования по управлению летающими дронами. Элегантное оперение для танцующих лебедей. Сегодня отмечается день рождения балетной пачки. Депутаты Самарской губернтской думы на внеочередном заседании большинством голосов одобрили пакет поправок в Конституцию Российской Федерации. Проголосовали 35 человек, двое воздержались. Подробнее в сюжете. В поправках к основному закону идет речь о гарантиях, что минимальная зарплата будет не ниже прожиточного минимума, соответствовать МРОД и ежегодно индексироваться. Говорится и о защите институтов брака, культуры, русского языка и народа. Также поправки коснутся и реформ власти. Изменится полномочия председателя правительства, порядок назначения министров, расширят полномочия Конституционного суда. Сейчас мы с вами записали в Конституцию поправку, что территории Российской Федерации никто не имеет права ни сантиметра не отдавать, ни продавать. Понимаете? Это очень серьезное решение. Все, что там сделано, любой пункт возьмите, который внесен, он имеет положительное звучание для каждого человека. Абсолютно. Напомним, поправки в основной закон накануне приняла Государственная Дума и Совет Федерации. Теперь необходимо одобрение региональных парламентов. Две трети законодательных собраний субъектов России должны поддержать изменения. Затем закон поступит на подпись президенту Владимиру Путину. Но, как заявлял глава государства, поправки вступят в силу только после общенародного голосования, которое состоится 22 апреля. Услышано общество. И здесь мы видим, что главная задача, о которой говорил изначально президент, это социальная поддержка незащищенных слоев населения, поддержка семьи, материнства, детства, института семьи в том виде, в котором мы представляем себе как православные и другие верующие в нашем государстве. Депутаты Самарской губернтской думы приняли поправки в областной бюджет 2020 года и на два последующих. Дополнительно поступили 16 миллиардов 200 миллионов рублей. Большая часть этих денег – это налоги. Кроме того, в конце 2019 года Самарская область получила из федерального центра грант размером 1 миллиард 458 миллионов рублей. В основном деньги пойдут на социальную сферу. Львиную долю средств выделили на ремонт дорог. Около миллиарда на здравоохранение. Такую же сумму потратят на образование, социальные пособия и помощь обманутым дольщикам. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Генплан или мастер-план? Стратегия или проект? В Самарском доме архитектора на экспертном совете обсудили концепции проектирования городского пространства. Своими наработками поделились архитекторы из Екатеринбурга и Перми. Что предлагают изменить, расскажет Лариса Шлафаст. Современные мегаполисы требуют новых подходов, уверены архитекторы. В советское время город был понятием универсальным. Существовала система стандартов. Сейчас необходимы другие принципы пространственного развития. В этом может помочь так называемый мастер-план – документ стратегического пространственного планирования города. Он носит долгосрочный характер и фокусируется на определенных задачах. В отличие от генплана, сконцентрированного на вопросах землепользования и размещения в городе различных объектов. Концептуальная часть мастер-плана четко связана со стратегиями социально-экономического и пространственного развития. При этом такой документ является проектом. Это скорее договор между горожанами и властью. Он должен быть понятен и доступен всем. Мастер-план должен на себя взять вот эту задачу, поиск решений, обсуждение, участие общественности, взаимодействие со стейкхолдерами и так далее. Первопроходцем в новом подходе планирования городского пространства в России была Пермь. Затем более детальную работу на своей территории провел Екатеринбург. Архитекторы в своих проектах предлагают отказаться от огромного количества высоток, обновлять транспортную инфраструктуру и сохранять историческое наследие. Культура, история становятся основным ресурсом, который формирует город, его репутацию, его ткань, его жизнь и все остальное. Не экономика в том привычном смысле, о котором мы говорим, а культура. Экономика производства, вы это понимаете, след за жильем, субарбанизируются, уходят из города, уходят в пригороды. Возможно, некоторые рекомендации учтут и при формировании нового генплана Самары. Старый документ был рассчитан до 2015 года. Новый будет действовать 10 лет. После официального опубликования проект обсудят на публичных слушаниях с горожанами. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Николай Епифанов, События. Отчего люди не летают, как птицы? Когда-то этим вопросом в своем произведении задавался Александр Островский. А сейчас современные технологии позволяют человеку смотреть с высоты птичьего полета. В Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова проходит межрегиональный конкурс профессионального мастерства по управлению летающими дронами. Участники съехались из четырех регионов России. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Маневрированию на высоте Владимир Дорошин учится вот уже два года. Его специальность – оператор беспилотных авиационных систем. По сути, работа будущего. В межрегиональном конкурсе профессионального мастерства по эксплуатации беспилотных авиационных систем среди студентов, техникумов и колледжей принимают участие впервые. Владимир уверен, что подобные соревнования помогают освоить профессию лучше, а также узнать что-то новое. Он надеется на победу. Готовимся к этим соревнованиям, ежедневно проходим подготовку, собираем, летаем, осуществляем все это. И благодаря этому все полеты для нас легкие. Полет на ФИПВ-камере, то есть от первого лица. Это достаточно увлекательный процесс. Сборка и разборка дрона, его настройка, поиск неисправности, а также аэросъемка. Каждый участник продемонстрирует свое мастерство. Здесь собрались конкурсанты из Пензы, Ульяновска, Самары и Республики Башкортостан. Главная задача участников за три минуты продемонстрировать навыки пилотирования. Организаторы для них подготовили полосу препятствий, поворотные столбы, кольца и куб. Сложности есть в оборудовании. Оборудование, конечно, потрепается немножко. Очень много перепайки, спайки. У нас группа основная есть и юниора. То есть одно и то же оборудование ходит и к юниорам, и к основной группе. Завтра участники соревнования продемонстрируют захват и перенос груза дроном. Итоги конкурса подведут в ближайшее время. Его победители отправятся на всероссийские соревнования. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Генеральная уборка Самары пройдет в четыре этапа. Напомню, что в этом году и за ранней весны традиционный месячник по благоустройству начнется раньше, 16 марта, по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу оперативно подготовиться к месячнику и уже с начала марта усилить сезонные работы. С чего начнут коммунальщики, расскажем в следующем сюжете. Жители дома номер 135-Б по улице Ташкентской не стали ждать городских субботников и уже привели в порядок свой двор. Как только установилась теплая погода, они раскидали снег и убрали весь мусор. Теперь осталось побелить деревья, покрасить бордюры и высадить цветы. Аделина Лемесева, председатель ТСЖ, говорит, что это задачи нетрудные, ведь жители на уборку выходят с удовольствием. У нас очень активные, дружные жители, спасибо им за это. Это выходит весело у нас, и дети все приходят на субботник, и игры у нас бывают, и самовар даже ставим. Не отстают от образцовых домов и городские коммунальщики. Подготовку к генеральной уборке города обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Месячник по благоустройству пройдет в четыре этапа. Первый включает в себя ворошение оставшегося снега, подбор мусора с дорог и тротуаров, а также контроль за состоянием ливневой канализации, откачку воды с улиц и завершение вывоза снега на полигоны. Эти работы активно ведутся муниципальными предприятиями, управляющими компаниями и ТСЖ по зонам ответственности. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин призвал коммунальщиков усилить и ускорить эту работу, чтобы она уже была выполнена к первому общегородскому субботнику, который планируется 28 марта. Весна ранее, много вытушившегося мусора, поэтому по районам, по управляющим компаниям основную работу сейчас на подбор, все замечания в Твиттере, которые есть по районам, на контроль отработать. Сегодня к вечеру тогда доклад. К официальному старту общегородской уборки сейчас готовят специальный инвентарь. Районные власти заключают соглашение со специализированными предприятиями на вывоз мусора. Также предстоит подготовить к предстоящему ремонту малые архитектурные формы, оборудование на детских и спортивных площадках, скамейки, декоративные элементы благоустройства. Андрей Грагуленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Самарцам будут измерять температуру на работе из-за коронавируса. Пока речь идет о бюджетных организациях. Ведомство советует работодателям в обязательном порядке отстранять людей, у которых зафиксируют повышенную температуру и проследить, обратятся ли они к врачу. Между тем специалисты напоминают, что симптомы вируса похожи на признаки гриппа. У заразившихся наблюдается высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея. Бизнесмен скрыл 62 миллиона рублей. В Самарской области закончили расследование уголовного дела, которое возбуждали в отношении руководителя ООО «Градцовское пиво». По версии следствия, в 2017 и 2018 годах коммерсант внес в налоговые декларации ложные сведения об объемах произведенного и реализованного подакцизного товара. Рассказали в Самарском управлении Следственного комитета. Уголовное дело рассмотрит суд Красноярского района Самарской области. Вероятнее всего, бизнесмену все же придется заплатить налоги. В Самарте появится внутренний дворик и студии звукозаписи. В декабре этого года планируется начать реконструкцию третьего пускового комплекса здания. Это один из самых масштабных проектов в культурной жизни губернии. Он подразумевает реконструкцию существующих залов на 250 и 150 мест, ремонт цокольного этажа, строительство нового гардероба на 400 мест, туалетных комнат и технических помещений. Кроме того, приведут в порядок и отремонтируют вестибюль, кассовый зал, кафе. При этом в театре пояснили, что до конца текущего театрального сезона он завершится в июне. Закрывать действующие залы не планируют. Любая постановка начинается с образа, а образ – с костюма. Для танцев наряд особенно важен. Пуанты и пышные юбки – это визитные карточки балета. Привычная к глазу пачка появилась в начале 19 века по эскизам французского модельера Эжена Лами. В день рождения балетного наряда Мария Левина отправилась в пошивочный цех Самарского оперного театра и узнала, как сегодня создаются шедевры. Алла Бурмистрова в балет влюбилась в детстве. Увидела постановку «Лебединое озеро». Утонченность главной героини привела в восторг, а ее яркий и пышный наряд поразил еще больше. Глаза загорелись, и вот уже шесть лет девушка сама делает очередное «Па». Если ты танцуешь в пачке, которая висит, шопенке, как-то не особо тебе, мне кажется, хочется танцевать, как в пачке. Ну, потому что в пачке одеваются балерины, и уже чувствуешь себя в балерине, что ли. Уже как-то подтягиваешься больше, спины управляешь. Чтобы выступить в понравившемся костюме, среди балерин возникает нешуточная конкуренция. Каждая старается выложиться по полной. Девочки знают, что прежде чем выйти на сцену, конечно же, это будет сопутствоваться красивым деяниям. И выйти на сцену – это стимул, как раз-таки, чтобы одеть эту пачку. Потому что пачка – это вообще атрибут, который присущ только балерину. Далеко ходить за костюмами не нужно. Пошивочный цех прямо в театре. Две недели – и новая пачка готова. На кадрах совсем свежий костюм. Главной героине – постановки спящей красавицы. Сейчас юбке придают форму, чуть позже пришьют лиф. Костюм для балерин портные шьют по эскизам художников. Но зачастую на практике все меняется. Когда художник приходит в швейный цех, видит пошитую пачку, украшения он придумывает на месте – в команде с портными. Иногда, рассказывают специалисты, творческое озарение приходит совсем внезапно. Каждая пачка, она индивидуальна, она совершенно новая. То есть, в любом случае, даже сама технология пошива, она постоянно меняется. Мы не шьем постоянно одно и то же. Самарские портные шьют даже для большого театра. Все потому, что помимо красоты ценится и качество. В таких пачках артисты могут выходить на сцену 6 лет. Здесь, так же, как и в обычной одежде, есть своя мода, и она все так же циклична. Например, в работу сейчас возвращаются костюмы позапрошлого века – короткие пачки с опущенными вниз краями. А ведь когда-то маневрировать на сцене театра было крайне сложно. Первая пачка появилась в 1839, 12 марта. Итальянская балерина Мария Тальони предстала перед публикой в пышной юбке взамен привычного громоздкого платья с корсетом. Как известно, театр начинается с вешалки. По костюмам же можно судить, как меняется театр со временем. Вот это, например, одна из первых пачек. Мы видим, что она гораздо длиннее современных и уже. А вот это уже современный экземпляр – костюм Эсмеральди. На одну пачку уходит почти 20 метров фатина. В Самарском театре оперы и балета их количество уже перевалило за тысячу. Мария Левина, Максим Гусев. События. Только премьеры. Такое правило пятого всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны». В Самару за гран-при приедут сражаться 17 театров со всей страны. От Санкт-Петербурга до Иркутска. Какие новые спектакли можно будет увидеть в последнюю неделю апреля, расскажет Сергей Кизоркин. Новинки театральной сцены. Пятый всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» в этом году показывает лучшие премьеры. География участников обширна. Кроме Самары, это и Ашкар-Ала, Уфа, Чебоксары, Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, Брянск, Орел, Кострома и Рязань. Мы даем возможность нашему зрителю, именно самарскому зрителю, увидеть, конечно, еще ведущие театры России и посмотреть те премьерные спектакли, которые проходили в разных регионах, для того, чтобы составить общее впечатление. Что же происходит вообще в театральной жизни, какие сегодня тенденции, что появляется нового, насколько какие-то внедряются новые формы сценические. Волжские театральные сезоны – это еще и школа профессионального мастерства. После показа спектакли будет разбирать не только компетентные жюри, но и сами актеры и режиссеры, участники фестиваля. Худрук Самарского академического театра опера и балета Евгений Хохлов не скрывает. Постарается посмотреть все спектакли своих коллег по цеху. Я с удовольствием сам схожу и посмотрю, потому что к своему стыду я никогда не сталкивался с этим произведением вот так. Так что за это отдельное спасибо, за то, что все-таки это очень необычные названия, такие, которые не всегда найдешь даже в фонотеках. Уникальность и масштабность фестиваля в том, что он объединяет различные театры от кукольного до драматического. От Пушкина с его сказкой о рыбаке и рыбке до Шукшина вот так и живем. В разных жанрах театрального искусства мы играем классику. Потому что считаем, и справедливо считаем, что классическая драматургия – это и есть наша идентичность, это наш национальный код. Волжские театральные сезоны – это уже бренд Самарской области. Быть приглашенным на этот фестиваль престижно для российских театров. А выиграть в одной из трех номинаций и, ко всему прочему, взять гран-при – ценно вдвойне. Пятый всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны» начнется 23 апреля. Открывают его три маски короля Самарского театра оперы и балета. В фестивальной программе 17 спектаклей, которые пройдут в трех театрах – оперы и балета, драме и Самарт. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. История войны через судьбу человека. В Самарской публичной библиотеке открылась выставка «Куйбышев. Победа. Память». Письма красноармейцев, награды, предметы быта – все это предоставили жители и гости города. Все экспонаты свидетельствуют о том, как жили люди в самое тяжелое для страны время. А самые простые – утюг или швейная машинка – стали артефактами времен Великой Отечественной войны. Олег Зверев ознакомился с экспозицией. О чем писал с фронта 20-летний красноармеец в почтовых треугольниках «Домой»? Письма своего дяди Олега Макарова, племянница, принесла на выставку, которая открылась в здании Самарской публичной библиотеки. Содержание ничего особенного. Жив-здоров, все хорошо. В основном слова адресованы маме. Он ей не доставил, как бы, нисколько тревоги. Если у него вскользит в письмах, что «Мама, у меня все хорошо». Мы находимся в лесу, ходим на рыбалку, и все это… Там птицы поют, там скоро весна. Да, у него была контузия, была рана в ногу. Что и случилось, но он скончался от ран в госпитале. «Куйбышев. Победа. Память» – так называется выставка, приуроченная к юбилею Великой Победы. Все экспонаты принесли жители города. Пелагея Михайловна недавно отметила 95-летие. В годы войны работала в Куйбышеве. Табурет и металлическую тарелку сохранила у себя дома с тех пор. Раньше был Куйбышев. Привезли нас сюда в 44-м году. 11 июня 44-го года. Привезли нас в водоремонтный завод. Сюда. И по профессии я столер. И вот эти табуреточки, топчаны, тумбочки, разные-разные, все делали на суда. Награды, письма, литературные издания – каждый предмет имеет историческую ценность. Из этой выставки можно узнать, как жили люди по обе стороны от линии фронта. В 40-е годы в здании Самарской публичной библиотеки жили эвакуированные рабочие. Сегодня здесь воссоздан быт того времени. Все предметы предоставили жители города. Вот такой антикварный сервант, керосиновая лампа, чугунный утюг, популярные в те годы коллекции слоников, патефон и швейные машины. Ее, как особую ценность, вывезли из оккупированной территории. Там ее несколько раз закапывали в землю, чтобы она не досталась врагу. То, что в прежние годы было просто утюгом или сковородкой, теперь свидетельство истории. Все, что принесли самарцы, органично вписывается в коллекцию библиотеки. Самое главное – все сделано с любовью, как эта карта. Таких было напечатано много, но отслеживать с карандашом в руках фронтовые сводки – это тоже вклад в дело Великой Победы. Сама карта – это начало 20 века, 1910 год, но на ней карандашом отмечены события Великой Отечественной войны. То есть, если мы посмотрим, здесь хорошо видно наступление наших войск. Видимо, какой-то житель нашего города, мы, конечно, не знаем, кому она принадлежала, вот так отмечал боевые действия во время Великой Отечественной войны. Организаторы предполагают, что выставка будет расширяться. Для этого приглашают к участию жителей и гостей Самары, у которых остались предметы времен Великой Отечественной войны. Сохранность и возврат гарантируются. Олег Зверев, Николай Пифанов, События. Хранилище артефактов, которому уже 20 лет. В 161-й школе работает Музей боевой славы Возрождения. В фондах свыше 600 экспонатов. Медали, ордена, предметы быта военного времени. Слово Мэри Елчан. На месте 161-й школы с августа 1941 по сентябрь 1942 года располагалось первое в СССР парашютное десантное училище. Здесь готовили командные кадры для воздушно-десантных войск. Учебное заведение было создано на базе Куйбышевского военно-пехотного училища. Отсюда выпускники отправлялись на фронт. 20 лет назад в школе открылся музей, который рассказывает о героях Советского Союза. Мы возродили память о тех людях, которые помогли нашей стране победить. Среди этих людей 14 героев Советского Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища. В фондах музея насчитывается свыше 600 экспонатов. Часть из них – книги памяти, ордена, медали, фотографии героев Советского Союза, личные вещи участников Великой Отечественной войны. Например, подлинная шинель ветерана, полковника Ивана Игнатьевича Анучина. Один из важнейших экспонатов, который хранится у нас в Музее Возрождения, это бюст Егору Илье Егоровичу. Этот бюст был передан матерью этого выдающегося человека, которому присвоено звание Героя Советского Союза. Этот человек является выпускником Куйбышевского военно-пехотного училища номер один. Активное участие в жизни музея принимают школьники. Мне нравится наш музей, потому что он учит патриотизму, нас учит правильному воспитанию, тем самым показывает то же самое, кем были наши предки, нас учит не забывать их. В музее работает почти 20 экскурсоводов. Здесь проводятся уроки мужества и истории. За активное участие в военно-патриотических мероприятиях города и области музей боевой славы не раз был награжден грамотами и дипломами. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Главный приоритет – диалог между органами внутренних дел и населением города, а работа – с обращениями его жителей. Новый состав Общественного совета при управлении МВД по Самаре обсудил планы работы на ближайший год. В общественный совет вошли руководители благотворительных организаций, представители этнических общин, а также руководители СМИ, главный редактор телеканала «Самарагис» Елена Орлова и директор «Самарской газеты» Елена Бубнова. Также совет уделит особое внимание празднованию юбилея победы и патриотическому воспитанию молодежи. Наша с вами общая задача, чтобы те вопросы граждан, которые есть, которые есть, их проблемы, они до нас доводились, мы делали все возможное и в последующем эту информацию доводили до всего населения, чтобы они понимали, с какими вопросами возможно обращаться, какие вопросы мы можем решать. Приоритетное направление будет достойно отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Чтобы у нас никто не был забыт, чтобы все были, до всех были, как и до ветеранов органов внутренних дел, в том числе и с подрастающим поколением, будем работать в патриотическом воспитании. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте, его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!